В одном из комментариев Прабхупаты пишут, что возвышенный преданный, совершая преданное служение, получает такую же свободу, как Господь, или даже большую. Что же это значит? Ответ. Если преданный хочет служить Кришне определенным образом, то Кришна не будет останавливать преданного в этом. Кришна будет давать ему все возможности совершать это служение. И порой преданные думают о том, чтобы совершить какое-то служение, о котором Господь даже и не подозревал. Например, Господь Читания является более милостивым, чем Кришна. Он находится в настроении преданного. И поэтому преданные, свободные в своей способности давать и распространять сознание Кришне, они легче раздают сознание Кришне, чем сам Кришна. Можно сказать, что Кришна не думает, что он должен стать преданным. Только когда Кришна приходит в образе, в настроении Господа Читания, это означает, что это не просто Кришна один, это Кришна и Радхарани. И поэтому под влиянием Радхарани Кришна желает раздать сознание Кришне больше, чем Кришна делает это сам по себе. Точно так же преданные обретают все вдохновение, как служить Кришне, чем способом или этим. И порой Кришна даже и не подозревал, что они будут служить таким образом, но он позволяет им служить так, потому что это его преданные. Если они хотят служить ему, Кришна говорит, ну хорошо, я предоставлю тебе все возможности. Поэтому в этом смысле у преданного в каком-то смысле имеется большая свобода, чем у самого Кришны, потому что Кришна думает, что я же Бог, мне нужно делать все правильно, чтобы установить пример. А если я не буду это делать, если Господь начнет делать какие-то вещи, которые не подобают ему, это будет ужасный пример. Кришна всегда внимательно следит за тем, чтобы все шло правильно. Но иногда преданные нарушают правила ради служения. Я не знаю, знали ли вы Брихад Багаватамриту, но в первой части, в пятой главе, нет, во второй части, в пятой главе, Гоппа Кумара отправляется на Вайкунтху, и там он встречается с Господом Нарайаном. И Господь Нарайана говорит, «Я наблюдал за тобой в течение многих жизней уже». И в каждую жизнь я думал, «Вот сейчас он вернется ко мне в конце этой жизни, но ты не возвращался». И в следующей жизни я думал, «Ну все, точно в этой жизни вернется ко мне, но ты не возвращался». И Господь Нарайан говорит, «Тогда я подумал, я просто спущусь и возьму тебя». Но потом я подумал, «Нет, я не могу этого делать, потому что это против правил религии». Но преданные делают это иногда. Они иногда своего рода ломают правила, нарушают правила. Они пренебрегают какими-то условностями рождения, положения, общества и тому подобным вещами. И это правила религии, которые даны были Верховным Господом, правила варнашами. Иногда преданные пренебрегают этими правилами. И Кришна позволяет им делать это, Он не останавливает их в этом, потому что Он позволяет преданным делать то, что им нравится. Ради служения Ему. Понимаете? Да, Кришна говорит, в Бхагавад-Гите не нужно беспокоить умы невежественных людей, но преданные идут и беспокоят эти умы невежественных людей. И Кришна позволяет преданным это делать. Он не вранит их за это, но Он принимает это служение, таким образом, давая преданным свободу и совершая служение, которое они хотят. Но если они отгоняются слишком далеко, тогда, конечно же, Господь вмешивается в их жизнь. Харе Кришна. Харе Кришна.